В руках выпускная работа, а в головах уже мысли о предстоящих теле- и радиоэфирах. Студенты высшей школы телевидения в ГУЭС только с виду могут показаться неопытными выпускниками. На деле одна занимает должность медиа-координатора кинофестиваля «Меридианы Тихого», другая ведет программу о культуре на «Радио Россия». Третьи сняли цикл документальных передач о Приморском крае. Все эти темы студенты отразили в выпускных работах. Вообще мы хотели сделать что-то новое, интересное, в рамках журналистики, что-то не похожее на все остальные работы, особенно исследовательские. Поэтому мы подумали, с ребятами решили снять кино. Сегодня выпускники выступают не перед телезрителями, а радиослушателями. Их оценивает Государственная аттестационная комиссия, в составе которой именитые практикующие журналисты Владивостока. Я дипломы читаю и досконально знаю по своим выпискам, что на какой странице написано. И иногда мой вопрос о том, что у вас, например, на 14-й странице обозначено то-то, а то-то их иногда вводит в легкое недоумение. Так называемое «жюри» отмечает, что в этом году много тем, связанных с радиостанциями. А также, что по сравнению с прошлыми защитами, темы дипломов изрядно отличаются. И молодежь все больше интересует интернет. Очень интересуют социальные сети, потому что социальные сети стали одним из основных каналов потребления информации молодыми людьми. Вот что очень важно. И охватить все группы аудитории – сегодня задача современного журналиста. Примечательно, что эти студенты – первые выпускники школы телевидения в ГОЭС. Их образование нацелено именно на эфирную журналистику. И все четыре года обучения они познавали медиа-отрасли, что называется, на практике, благодаря университетской телестудии. Хотя преподаватели утверждают, что их выпускники универсальны и могут работать в любой сфере СМИ. Мой диплом был посвящен информационному сопровождению кинофестиваля «Меридиана Тихова». Попав на кинофестиваль на первом курсе, меня очень заинтересовала тема культуры, вообще сферы культуры, и как журналисты ее освещают. Защита выпускных работ проходила в два дня. Студенты выступали с темами про тревел-журналистику, освещение в СМИ здорового образа жизни, развитие водных видов спорта и культурных мероприятий. Затрагивали молодежные программы и продвижение целых телеканалов или отдельных программ в социальных сетях. А тем временем моя коллега из государственной аттестационной комиссии присматривала новые кадры. Радует, что в журналистику идут парни, мужчины на телевидении всегда востребованы. Что меня порадовало в первый день, так это, наверное, отсутствие волнения у выпускников. По крайней мере, как мне показалось, большинство из них были очень хорошо подготовлены, все превосходно выступили. По-моему, только у одного человека была тройка, несколько четверок, все остальные отличники. Мне кажется, что это очень хороший показатель. Свои дальнейшие планы выпускники пока не раскрывают. Многие лишь говорят, что хотят попробовать свои медийные силы ведущих СМИ Дальнего Востока и в столице. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.